Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире РГВК «Дагестан» и вы смотрите программу «Подробность». И сегодня у нас в гостях главный редактор литературного журнала «Литературный Дагестан» Ахмедов Мурат Муриевич. Мурат Муриевич, салам алейкум, здравствуйте. Алейкум, салам, добрый вечер. Ну, вас, как одного из главных специалистов по Расулу Гамзатову и его творчеству, биографии, я, собственно, не могу ни о чем другом, как именно об этом спросить. У нас, мне кажется, очень круто, очень насыщенно проходит и, в принципе, уже подходит к концу тот самый год столетия Расула, о котором столько времени мы говорили. И в том числе вот за этим столом сидели представители Министерства культуры и другие чиновники, и на разных площадках анонсировали достаточно насыщенную программу. И я так понимаю, событийка, ну, как бы, самое за себя говорит. Есть чем поделиться? Конечно, многое из того, о чем нужно, необходимо рассказать. Расул Гамзатов – поэт «Аула и планеты». Его именем названы. Планеты, действительно. Планеты? Да, планеты, и астероиды, и корабли, и самолеты. Мы вылетали из Питера, и я смотрю, стоит самолет аэрофлота Расул Гамзатов, который вылетает в Адлер. Так что Расул Гамзатов бороздит и небеса, и моря. Ну, самое главное, что этот год столетия, он прошел под его звездой, и удалось очень много реального сделать. Ну, самое главное, мне кажется, помимо всего прочего, это то, что удалось издать очень много хороших книг. Впервые издано десятитомное собрание сочинений на русском языке, переиздано десятитомное собрание, дополненное сочинений на аварском языке. Издан уникальный двухтомник, фотоальбом «Кавказец. Родом из сада», который я составлял на двух языках, на аварском и на русском, куда вошла, пожалуй, самая полная коллекция фотографий, около 700 фотографий проаннотированных, атрибутированных фотографий, музейных и архивных. То есть это как бы биография о самом Расул. Документальный фильм на бумаге, да, музей на бумаге, потому что я работал и в Ленинской библиотеке, и в Государственном архиве России, и в Гарфе. Очень много мы подняли его выступлений на сессиях Верховного Совета, где он часто был тоже звездой номер один, задмевая генеральных секретарей. Халатные отношения. Да, халатные отношения и прочее. Ну, однажды он, выступая по вопросам урожая, увидев ласточку, которая залетела в зал, сказал, видите, ласточка говорит о том, что хватит разговаривать, надо идти свой урожай собирать. Логично. Такое мог себе позволить только Расул. Да и у него были в то время достаточно оппозиционные стихотворения, допустим, аплодисменты, мы хлопали ладоням, было больно, были собрания, собрания гулы, тишина. Это очень в пику времени того. Слова-слова, известные заранее. Это пишет член Президиума Верховного Совета. Если хорнику посмотреть, они прям как, извините, как зайчики за такое сравнение. Сейчас мы так смеемся над какими-то видео-сводками из КНДР, но это было частью нашего прошлого. Это было нашей реальностью, да, конечно. И, конечно, самым ярким таким шлейфом пронесся этот фестиваль, это творческое турне «Родники Расула». Прекрасная концертная программа, но она не только концертная, она совмещенная с выставками, выставками фотографий, выставками народных промыслов Дагестана, круглыми столами литературными, творческими встречами. Родникам Расула рукополескали семь столиц. Махачкала, Москва, Питер, Минск, Баку, Ташкент и Бишкек. Обалдеть. То есть впервые, пожалуй, вообще в истории Дагестана. Такой международный уровень. Международный уровень. В такое непростое время, когда кругом все полыхает, удалось все-таки, с большим трудом, но удалось достойно представить фигуру Расула Гамзатова в этом планетарном межгосударственном масштабе. Ну и главный вывод, который я сделал, конечно, это то, что наше вот это огромное, нерушимое, как пелось в советском гимне, культурное пространство, оно действительно осталось нерушимым. Потому что и в Баку, и в Ташкенте, и в Бишкеке, в странах нашего, как принято сейчас говорить, ближнего зарубежья, всюду слышна русская речь, работают русские школы, изучается русский язык. Вот этот русский мир, то самое пресловутое, о котором мы любим говорить, он реально... Только в нашем случае без имперского вот этого напыления. Он реально благодаря таким фигурам, как Расул Гамзатов. То есть он скрепляет собой то самое постсоветское пространство, он является и мостом, он является и переводчиком с языка Востока на язык Запада и наоборот. Вот с языка разных народов на язык общечеловеческий. Это очень важно, что Расул опять прозвучал, и у многих произошло открытие Расула, у молодого поколения. Причем не только за границей. Вот сейчас были блогеры, они тоже наши российские блогеры. Они открывают для себя Расула. Молодежь двухтысячных, те самые так называемые миллениалы, открывают для себя Расула. А в Азии открывать Расула даже не надо, потому что в Ташкенте, мне сказали, что в Узбекистане 7 раз был переиздан за это время мой Дагестан Расула Гамзатова. Я знаю, что в Пакистане регулярно переиздается чуть ли не каждый год мой Дагестан Расула Гамзатова на языке урду. А это, на секундочку, язык, на котором почти 300 миллионов говорит. То есть это обо многом свидетельствует. На самом деле эта фигура планетарная, и чем дальше, тем больше. Вот мы отметили столетие, мы отметили столетие со дня рождения, но мы стоим на пороге века Расула, потому что мы его заново будем вновь открывать. Он остается фактом, фактом мировой литературы, фактом мировой поэзии. И арабские писатели мне говорили, что они учились свою страну любить, питаясь образами из книги мой Дагестан. Киргизские писатели говорили, что мы его не отделяем вообще от своих, мы его реально считаем своим. Они упоенно читали его стихи на киргизском языке. Наши писатели читали стихи на анагайском языке. И взаимопонятность там была 70-80%, я спрашивал, не понимая друг друга. То есть мы не так далеки люди вообще. Я их понимаю, потому что когда мы, например, читаем произведение того же Чайгиза Адматова, мы как бы для себя его не отделяем. Он является тоже частью нашей вот этой восточно-такой... Евразийской. Евразийской. Нет, я подчеркиваю на колорит. Восточно-кавказской какой-то. Он свой. Я думаю, в этом смысле, видимо, несмотря на нашу границу в виде Каспийского моря, мы все равно как бы на одной волне находимся. Ну, я правильно понимаю, что вот все эти семь столиц, как бы, да, это локации таких пышных мероприятий, концертных, выставочных, каких-то научных конференций. Это все вокруг Расула? Это все вокруг Расула. Походили интересные круглые столы, были встречи в союзах писателей этих республик, были встречи в русских домах, при посольствах. Послы наши посещали мероприятия, крупные какие-то государственные деятели. Зампредседателя Сената, первый зам Узбекистана был, министр культуры Узбекистана был, заместитель министра культуры и Азербайджана, и Кыргызстана посетили. То есть, серьезное представительство было. А как вам показалось, вот чисто ваше субъективное восприятие, где наиболее, скажем, не только тепло встретили, но и прям как по-свойски? То есть, ой, ну, конечно, Расул Гамзатов. То есть, как будто вы приехали в ЦАДА, в одну из столиц СНГ. Мне кажется, все-таки самый теплый прием был в Ташкенте и в Бишкеке. Даже в Ташкенте, пожалуй, немного теплее. Без обид Бишкека. Без обид Бишкек, потому что в Бишкеке очень много было дагестанцев. Там огромная дагестанская диаспора. Никуда от них не прячется. Там буквально есть дагестанские села. Прекрасно они нас встретили. И диаспора приняла участие и в Ташкенте тоже. Но там чуть меньше наша диаспора, хотя сама страна больше. То есть, в Узбекистане живет людей больше, чем в Казахстане, Туркмении и Кыргызстане вместе взятых. То есть, это огромная страна на самом деле. И, конечно, родство душ, родство культуру, оно чувствуется. И близость вот этого ментального кода, этого культурного пространства, неделимость, оно тоже чувствуется. Вот вы несколько раз отметили международный фактор Расула. И то, что арабы, и Средняя Азия практически на одном языке, на одной волне. Опять повторю, как бы, да, этот термин с Расулом. А не могу я обойти эту тему. Она такая прям, почему-то стала наиболее актуальна в этом году. Видимо, ну, как обычно бывает, когда что-то празднуется, обязательно должна в волна хейта еще больше подняться. А тема Расула и переводчиков. Ну, опять. Ну, это старая тема. Старая, недобрая песня. Давайте как дважды два ответим этим людям. Ну, перевести могли и других. Почему переводили именно Расула? Дело в том, что очень многие переводчики, которые переводили Расула Гамзатова, переводили и других дагестанских поэтов. Очень многие переводчики, которые переводили Расула Гамзатова, они издавали собственные поэтические сборники регулярно. Но мы их не знаем как поэтов. И мы не знаем как поэтов планетарного масштаба при всем уважении тех дагестанских поэтов, которых переводили эти же самые переводчики. Это не для того, чтобы кого-то принизить. Нет, это очевидность. Это подчеркиваю. Конечно, есть фактор судьбы в творчестве Расула Гамзатова тоже. Вот мы сейчас плавно к этому. Что первично, фактор судьбы, то, что он сын народного поэта, которого при жизни называли самым острым умом в современной аварии, который был для своего народа больше, чем поэтом. Он был и шариатским судьей, он писал Гамзат Садаса и стихи на арабском языке. Он написал прекрасную книгу «Уроки жизни». Конечно, это мощный фундамент для Расула Гамзатова. И Гамзат Садаса был еще и политическим деятелем. Он пользовался непререкаемым авторитетом. Он получил сталинскую премию. Следом Расул Гамзатов получил сталинскую премию. Но и фактор таланта, что первично, фактор судьбы и фактор таланта, это уже нужно в литературе-ведических работах рассуждать. Но отменить не получается. При всем желании каких-то недоброжелателей, которые до сих пор продолжают, как, не знаю, жуки после дождя вылезать откуда-то. Они не засаялись как поэту, вот они завидуют. Хорошо, следующий вопрос, он уже такой, знаете, Мурат, более интеллектуального формата хейтинга, когда пеняют в адрес, вот как вы уже немножко затрагивая эту тему, сейчас начали раскачивать, тему именно конъюнктурности. Ну, более такая деликатная часть конъюнктурности, так называемая, как хейтеры говорят, это журавли. Человеку повезло, он попал как бы в нишу, там, как сегодня принято говорить, в скрепы, да. Хотя тогда, в принципе, 9 мая в те времена такого прям значения не поддавалось. 7 ноября, мне кажется, было гораздо более таким пафосным праздником. И, видимо, ряд произведений, ряд каких-то событий в жизни этого человека. То есть он всегда оказывался в нужное время, в нужное место. Это, как говорят хейтеры. И поэтому он был как бы угоден либо номенклатуре, либо тем, кто назначал, в кавычках, назначал самых крутых поэтов времени. Я отвечу на этот вопрос, но я просто хочу закончить с темой перевода. Поэзия – это то, что теряется в переводе, сказал Роберт Фрост, великий американский поэт. И он отчасти прав. Но поэзию необходимо переводить. Без перевода мы не поймем просто то, что происходит в соседних литературах. И от таланта переводчика тоже многое зависит. Но переводить нужно именно поэзию, а не слова. Поэтому Расулу Гамзатову, конечно, безусловно, повезло с переводчиками. Это были его однокурсники, с которыми они сдружились, сроднились уже на уровне творческого. Люди говорили все на одном языке. Да, творческого, человеческого братства. Они часто приезжали в Дагестан. Они уже сроднились с Дагестаном. И поэтому это его восхождение, оно было не случайным. Сказал про Журавли. Я не могу Журавли отнести к факту конъюнктуры. Почему? Не они его сделали номером один, правильно? Не они его сделали номером один, хотя и они тоже. Но Журавли настолько естественный в его судьбе, который потерял двух братьев, и уникальность его таланта в том, что все свои знаменитые произведения, большинство из них, он привез так или иначе и за границей. Он за границей будучи, всегда подсматривал какую-то дагестанскую тему или тему, связанную с Дагестаном. Настолько он был предан Дагестану, он везде за границей тоже видел Дагестан. Даже в иностранцу он видел дагестанца каким-то невероятным способом закинутого туда. То есть человек, который потерял на войне двух братьев, старших, человек, который в очень молодом возрасте потерял отца, потерял следом мать, остался сиротой, тогда тоже было много угроз. Даже в той советской, казалось бы, такой жизни, была и зависть. Сколько было анонимок, кляуз на него написано, а вот уже не будем эту неприятную тему затрагивать. Но она была. Да, но он был достаточно резистентен, он сопротивлялся, он и дружил, он и доверял. У него есть великолепные стихи «Берегитесь лести», у него есть великолепное стихотворение бывшему другу, где мы найдем современность. В каждом его стихотворении мы находим современность. То есть, опровергая этот тезис о том, что конъюнктура или кто-то его назначил, в Риме проходил конкурс в 83-м году. И прислали на этот конкурс около трех сотен произведений анонимных, посвященных... В целом, цель была такая амбициозная – выбрать лучшего поэта 20-го столетия. И победил Раслу Гамзатов с поэмой «Колокол Хиросимы». Почему? Потому что, как я уже сказал в начале, он был переводчиком с языка всех народов на язык общечеловеческий. Когда он пришел защищать Твардовского, Твардовский, как известно, великий русский кипоэт, он был его близким другом, его одно время травили, он был редактором журнала «Новый мир», где, кстати, журналисты были впервые опубликованы. И ему один чиновник крупный сказал, «Ты в наши русские дела не лезь». И что ему сказал Раслу Гамзатов, это показательно. «Я поэт, я всех национальностей». Вот этим все сказано. То есть он действительно был всех национальностей. И он был переводчиком со всех языков на общечеловеческий. Да, способность чувствовать, в том числе, боль людей, независимо от их культуры, национальностей, это, видимо, особый вопрос. Поэт обходить не научен беду, а радости снова проносит самим. «Я Ленинград в 41-м году, я в 45-м году Хиросима». Это не фигура речи для него. И в Хиросиме он проникся этой болью, поэтому там родились журавли. Первые строки, эта идея... Я только хотел сказать. Потому что он действительно... В принципе, журавли-то родом с Японией, получается. Ну, так вот есть. Там он узнал о смерти матери, возвращаясь из Хиросимы. Он вспомнил о судьбе братьев. Причем Ахиль Чипа пропал без вести. Скорее всего, его самолет упал в Черное море. Его так и не нашли. Другой, самый старший брат Магомед под Сталинградом был ранен тяжело и умер от ран. И это, конечно, не могло его не сразить. И как бы он проживал свою жизнь за них. Он стремился болью поколения этого поделиться. И в наследство оставить что-то светлое, чтобы больше это не повторилось. Роман Магомедович, мне кажется, хейтеры устали. Они проиграли окончательно. Ребята, валитесь спать. У экрана остаются только те, кто реально адекватно воспринимает Расула и его наследие. Вот, к слову о наследии. Как-то в нашей одной из бесед вы сказали эту фразу, что кто-то из писательского круга, дагестанского или не дагестанского, я уже не помню, сказал, что после Расула тишина. Да, пустота. Пустота, да, да, да. Empty space. Вот, понятно, что и вы не разделяете точку зрения. Я с вами солидарен в этом. Но мне интересна ваша точка зрения, в том числе, как и поэта, как человека, достаточно очень плотно находящегося в этой среде писательской, поэтической. Вам не кажется, что те методы, которые, ну, как мне видится, используют, в том числе, мои ровесники и даже моложе, сделавшие в своей профессии именно вот это, как бы, да, рифму, перо, они вот какие-то устаревшие методы там. Они смотрят какой-то на тиражность изданных книг своих. Они смотрят на какие-то рецензии каких-то критиков. То есть это не... Как погребоедов. Суждения черпают из забытых газет времен очаковских и покорения Крыма. Да, 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 да. То есть, ну, как бы, ну, есть же там, не знаю, там, уже современные форматы, как бы, да, донесения поэзии до зрителя, до слушателя Соломонова или там та же, допустим, Анна Игаян, которая, кстати, не так давно, относительно недавно приезжала и давала свой, как правильно сказать, сольный поэтический вечер на летней стадии филармонии. Чего так люди закрылись? Почему они выходят в эфир? Почему, я не знаю, там, не сотрудничают с дагестанской национальной эстрадой, не пишут нормальный текст, они тут пошлятимы, которые иногда наши певцы и певицы несут со сцены. Ну, я не обвиняю этих людей. Просто другого не дано, они не умеют. А если они обратились к поэтам или поэты им предложили, может, что-то вкусное получилось бы. Есть такой фактор ретроградский, я бы сказал. Да, я не хотел слова. Да, да, ретрограды есть. Но дело в том, что это во многом объективно, потому что тут неизбежен конфликт поколений, в том числе конфликт творческих поколений. Другое дело... Я поэтому подчеркнул, что даже мои равенства... Когда клеймят советскую систему, вот, казалось бы, командно-административная система, тотальная цензура, но появлялись гениальные произведения, и романы, и повести, и стихи, и появлялись такие, которые мы до сих пор поем. Что-то песню, которую у всех на устах за 90-е лихие и свободные не соорудили, не сварганили, а мы поем песни 80-х, часто 70-х годов, в том числе аварские песни, в том числе всесоюзно, там, знаменитые песни. Это о чем говорит? Что не в свободе дело, дело во внутренней свободе, а вот эти внешние факторы, даже как-то зажимающие, они на внутреннюю свободу, оказывается, не так сильно влияют. Если у человека есть внутренняя свобода, он может и, будучи членом президента Верховного Совета, как раз у Логомзатов сказать, «Сижу в президиуме, а счастья нет». За эту фразу можно было и мандата лишиться, партбилет на стол, могли бы сказать. Но не сказали. Наоборот, почитали, прислушивались, и он делал, конечно, для тех времен очень много, мало кто знает, что очень много домов после землетрясения, ставших символами города. Та же гостиница «Ленинград», та же национальная библиотека «Русский театр», они в том числе благодаря его вмешательству такие красивые, большие, там совсем другие объекты должны были стоять. И он принимал участие... За сохранение, получается, боролся. Он боролся за сохранение национальной культуры, и он хотел, чтобы Дагестан на совершенно другом уровне развивался. И он принимал личное участие в судьбе земляков. Мы были в Киргизии, мне рассказали, как он написал Чингизу Айтматову письмо о печальной судьбе нашего дагестанца, и послал его родственника с этим письмом. Причем он написал как-то зашифрованно, так, чтобы если попадет в чужие руки это письмо, никаких последствий не было для этого человека. Наш земляк сбился с пути, помоги найти ему дорогу домой. И Чингиз вмешался и помог. Чингиз Айтматов тоже непререкаемым авторитетом был. В Кыргызстане тех лет. Таким же, как и Расул Гамзатов, и они близко дружили. То есть он реально помогал очень многим землякам. Он был членом... Активно жил жизнью своего народа, общества? Где он, собственно, родился? Прилетая в Махачкалу, его встречали помощники, в числе которых был мой отец. Он ехал по адресам, где кто-то умер, где кто-то родился, поздравлял или воржал соболезнования. В Союз писателей приходили мешки писем. Я часто об этом говорю, но это факт. Сейчас трудно по влиянию кого-то с ним, конечно, сравнить. Муратон Ильич, вы не раз упоминали о той поддержке со стороны главы республики в проведении, в том числе и этого года, столетия Расула, и даже непосредственно в помощи по реконструкции зданий Дома писателей. 29 ноября у Сергея Алимовича будет прямая линия. Как вы думаете, в контексте писательской, поэтической, в целом культурной среды, какие наиболее, на ваш взгляд, сегодня актуальные вопросы, которые стоило бы поднять участникам этой прямой линии и проговорить их Сергею Алимовичу? Ну, конечно, заслуга главы Дагестана в том, что на таком хорошем уровне прошел юбилей, расслогом за того, что она велика, потому что он объективно на личном контроле действительно держал все, что связано с юбилеем и, в частности, с ремонтом просто в аварийном состоянии находящегося здания Союза писателей, где единственный в мире музей Расула Гамзатова в кабинете, где он полвека просидел. Значит, там падала штукатурка, падали балконы, то есть ситуация была просто катастрофическая. И первый глава Дагестана, кстати, который, находясь в должности, посетил Союз писателей, увидел все это и незамедлительно отдал соответствующее поручение. Кроме того, и сами книги были изданы тоже по его инициативе, и эта издательская программа в значительной степени реализована благодаря ему. Я бы, конечно, хоть писателям и журналистам не нужна бывает прямая линия, достаточно часто мы видим главу на пресс-конференции, какие-то мероприятия, и можем задать ему вопросы. Такой формат, конечно, безусловно, прямой линии он важен. Для Дагестана сейчас поддержка национальной культуры, она вещь ключевая, потому что без национальной культуры не будет возрождения просвещенности. А без просвещенности у нас временами будут возникать вспышки невежества, которые мы видели, и которые... В том числе межнациональные. В том числе межнациональные конфликты, которые допускать нельзя. Потому что вот если открыть книгу «Мой Дагестан», эта книга просто пропитана нашими традициями добрососедства, дружбы, добра, она пропитана, кстати, исламскими традициями. Это абсолютно книга, значит, исламская «Мой Дагестан». Эта книга дагестанская, и тем, кто хочет себя идентифицировать как дагестанец, ее надо открыть и читать. И поэтому надеюсь, конечно, что наша власть и дальше будет сохраниться. Это то, что год Расула Гамзатова станет такой отправной точкой. Этот тренд на поддержку национальной культуры, он сохранится. Сохранение родных языков. Если вот детально говорить. Да, детально. Сохранение родных языков, потому что мы издаем 16 журналов на языках народов Дагестана, и, конечно, год от года проблемы подписки только нарастают, потому что... Значит, журналы не решают вопрос. Меньше читают на родных языках объективные. Есть объективные процессы, есть субъективные процессы. То, на что мы можем повлиять, в том числе то, на что может вас повлиять, эти рычаги надо задействовать. Видимо, не все еще задействованы. Вот, надеемся, что Сергей Алимович услышит несколько наиболее внятных, интересных вопросов, и, может быть, даже предложений по сохранению, в том числе, родных языков. Все-таки, вот, как художник, художника хотел спросить, вернее, как бы добить уже эту историю. А какой у нас сегодня самый оптимальный путь? Ну, книжки, понятно, не самый оптимальный. Книжки должны быть, окей, это, в принципе, как, ну, такая данность, профессии, так называемая. А вот, чтобы тебя услышали, что у нас самый короткий путь? Ну, деваться некуда, интернет. Просто интернет, чтобы не превращался в помойку, его надо наполнять контентом. А то, что мы имеем? В первую очередь, идти в ТикТок. Потому что именно его потребляет молодой поколение. Может быть, и туда тоже, хотя там загрязнение наибольшее, мне кажется. Именно поэтому там и надо. На контрасте будет сразу выделяться. Чтобы у нас люди за неделю, почитав телеграм-канал, не уверовали в том, что у нас какие-то мифические беженцы появились, ничего не громили, нужно им давать качественную информацию и разъяснять. По телеграм-каналам я вообще уже давно медицинские какие-то указания начал бы давать, потому что кому-то просто противопоказано, их больше 15 минут просматривать. А слушайте, Мурат, а вот с музыкой как? Вы думаете, это нормальный формат донесения? Потому что я думаю, не сильно открою тайну, что многие вообще для себя открыли Расулы именно через музыку. Они в итоге так и остановились на этом. Они вот знают солнечные дни, они знают журавли, еще там Анна Герман, какая-то песня, еще что-то. И он, о, да, круто, круто все. Почему? Вы слышали Расулу? Да, и он обязательно назовет песню. Песня самый доступный способ донесения в массы. Но задача искусства, главная задача искусства, именно прививать хороший вкус. Да. Потому что, почему журавли стали фактом, кстати, не только русской поэзии, но и мировой поэзии в Греции, допустим, она столь же популярна, как и у нас. Потому что ее великий поэт своего времени, Янис Рицас, который дружил со Солом Гамзатовым, перевел. И там тоже тема войны, сопротивление фашистам близка. Народу. Соединяется с отличной музыкой. Да. Ну, воспитывать хороший вкус нужно на высочайших образцах, которых все меньше и меньше. Они все остаются в прошлом. А мы хотим современность. Молодежь тянется к современности. Но это время, к сожалению, не так щедро выдает шедевры, как прошлое, как выясняется. Анна Егель давала на летней эстраде филармонии свой поэтический вечер, концерт давала, выступала с поэтическим вечером. А в Доме поэзии регулярно проходят, скажем так, выступления начинающих или уже состоявшихся, как можно было бы их назвать в формате Дагестана, молодых или не всегда молодых поэтов. Кого-то можете какие-то именно назвать. Это будущая звезда. Ну, такие оценки давать, конечно, трудно. Это ответственность. Это ответственность большая. Другое дело, что литературный процесс есть, есть молодые имена. Расул Гамзатов оставил после себя школу. Объективно была плеяда замечательных поэтов, всех национальностей, причем Дагестана. Благодаря этому мы имеем мощнейшее литературное наследие 20 века. У нас и в 19 веке были классики, которые просто из народной массы вышли, такие как Батырай, Махмуд, Итим Имин. Но сейчас, в 20 веке, вообще произошел рывок просто. Его называли космической высоты поэтом. Но он действительно дагестанский, потому что его книга «Высокие звезды». «Люди, люди, высокие звезды, долететь мне только до вас». За эту книгу он получил Ленинскую премию. Поэтому объективно его считали человеком, который на новый уровень вывел дагестанскую литературу. И не только самого себя, а и всю плеяду. Это было и Фазу Алиева, и Ахмедханову Бакар, Бадавир Амазанов, Мирзам Магомедов. Очень много имен. Алерза Саидов. Абсолютно всех национальностей поэты, которые в своих народах до сих пор почитаемы. Хотя многие из них уже лет 50 как ушли из жизни. И сейчас, конечно, меньше и меньше таких громких имен. Но сохранилась школа, есть молодые имена, и нужно создать условия, чтобы из этой искры возгорелось пламя. Кое-что делается в этом направлении. В частности, театр поэзии. Да, да. Я хотел... А, я дом поэзии сказал. Да, ну, он и дом, он и дом, и театр. Да, да, да. Но пишут в основном на русском языке. Да. Это большая проблема, то, что пишут на русском языке, потому что хотят сразу обрести аудиторию. Национальная аудитория сужается. Что они ошибаются. Да. Если мы говорим о музыке, если мы говорим о поп-культуре, национальная аудитория у нас вполне себе такая коммерчески выгодная, друзья мои, поэты молодые. Ну, сейчас... Вы не туда смотрите. Я вам, как человек из коммерческой среды, говорю, вы ошиблись. У вас маркетинговая оценка вот прям два с минусом. Ну, меняется. Вот сейчас, в частности, прозвучало имя блогера, девушки, которая победила в одном из конкурсов, которая на даргинском языке, по-моему, поет, перебивает шлягеры. Замечательный пример. Замечательный пример. Да, да, да. Какие-то латиноамериканские, хиты и так далее. Друзья, она же и переводит сама на даргинский язык. Это вообще прям сто очков бонусом. Друзья, о Расули и о наследии его не только литературном, но и каком-то общечеловеческом и культурном можно говорить, наверное, часами. А если Мураду дать возможность, Мураду Магаевичу, то мы вообще будем... Надо открывать прямой эфир. Это будет просто телеканал, посвященный Расулу и литературному, как говорится, наследию Дагестана. Магаевич, вам большое спасибо. Я желаю вот так же четко, красиво, на таких же максимально высоких тональностях и эмоциях завершить этот год. Потому что можно сказать, что в принципе задачи мы справились. Все было круто, правильно? По крайней мере, то, что до сих пор прошло. Ну, международный турнир – это отдельное слово. Ну, достойно, достойно прошло все. И плюс у нас здоровье. Сейчас у нас с этим немножко проблемы у всех. Друзья мои, это ГВК «Дагестан» подробно. Если у нас в гостях был главный редактор литературного журнала «Литературный Дагестан» Ахмедов Мурат Магаевич. Оставайтесь с нами, не болейте. Редактор субтитров А.Семкин